Здравствуйте, дорогие ребята! Я Мария Шарапудиновна, психолог Дома Знаний. Мы сегодня с вами продолжаем осваивать 7 важных навыков детей, которые описал Шон Кови. Сегодня у нас третья сказка «Поки и контрольная работа». Однажды в понедельник Поки сидел в классе и смотрел, как мисс Ух-Ух выводит на доске 6 слов. Играть, подарок, большой, здоровье, спасибо, барабан. «Эти слова я продиктую в пятницу на контрольной работе», – сказала мисс Ух-Ух. «Учите эти слова каждый вечер, тогда сможете написать их правильно». После школы Поки пришел домой и вздремнул. «Дин-дин!» – кто-то позвонил в дверь. Это был Сэмми. «Привет, Поки», – сказал он. «Не хочешь пойти на свалку? Поищем там всякие штуковины». Поки знал, что ему надо учить заданные слова. «Но ведь на свалке куда интереснее», – конечно, – сказал он. Они отправились на свалку, и Поки нашел там старый барабан. Он легонько постучал по нему. «Бум-бум, бум-бум, с ума сойти», – сказал Поки. Он отнес барабан домой и пил в него до самого вечера. Во вторник к Поки заглянули Лили Сконс и Эля Хвостишко. «Мы с Эля приготовили печенье с шоколадной крошкой. Такая вкуснятина», – сказала Лили. «Хосис попробовать», – сказала Эля. «Что?» – не понял Поки. «Попробовать хочешь?» – пояснила Лили. «Не надо контрольно готовиться», – сказал Поки. «Хотя это и потом можно». И он пошел к Лили. Вернувшись домой, Поки поиграл на барабане и на губной гармонике. А потом заснул. В среду после обеда Поки вместе с губом ловили бабочек. А в четверг он катался на велосипеде вместе с попрыгуном. Вернувшись домой, Поки вспомнил, что контрольное уже завтра, а он так ни одного слова не выучил. Он достал карточки со словами и развесил их на стене. Поки попробовал написать слова, но буквы расплывались перед ним, словно рыбки в воде. Слов было слишком много, чтобы выучить их все за один вечер. Чем усерднее Поки старался их запомнить, тем сильнее запутывался. Наконец-то он устал и улегся спать. На следующий день Поки провалил контрольное. Он не написал правильно ни одного слова, кроме барабан. «Что случилось?» – спросила мисс Ухух. «Почему ты ничего не учил? Я же знаю, что у тебя могло получиться намного лучше». «У меня все время находились другие дела», – объяснил Поки. Рядом стояла Софи. «Тебе не следует заниматься отлагательством», – изрекла она. «Чем?» – опешил Поки. «То есть сначала нужно делать самое важное», – сказала Софи. «Сначала выполни домашнее задание, а потом играй». Мисс Ухух согласилась. Она разрешила Поки еще раз написать контрольное в следующую пятницу. «В этот раз уж не подведи», – сказала она. Поки отправился домой. Он поглядел на свой барабан. «Бум-бум!» – «Бум-бум!» – зазвучало у него в ушах. Поки поглядел на заданные слова. «Дзинь-дзинь!» – кто-то позвонил в дверь. «Это оказалось Софи. Я пришла помочь тебе заданием», – сказала она. Они трудились целый час без передышки. «Дзинь-дзинь!» – еще кто-то явился. Это был Попрыгун. «В бейсбол не хочешь поиграть?» – спросил он. «Не могу», – Попрыгун покачал головой Поки. «Я домашнее задание учу». «Чего?» «Учу домашнее задание», – повторил Поки. «Вот это круто», – сказал Попрыгун. «Ладно, тогда как-нибудь в другой раз». И ускакал прочь. Каждый день Поки понемногу учил слова. В пятницу он написал контрольную еще раз. «Пух и перья!» – воскликнула мисс Ух-Ух. «У тебя превосходный результат!» У Поки на радостях порщились все иголки. Ему захотелось поблагодарить Софи. Поки пошел домой и взял свой барабан. Он отнес его к дому Софи и оставил у дверей с запиской. «Барабан тебе в подарок. Играй на здоровье. Большое спасибо!» Поки. Мораль этой сказки – делай то, что ты должен делать, чтобы делать то, что ты хочешь делать. Дальше я предлагаю тебе обсудить эту сказку и рассказать ее кому-то. При этом ты можешь ответить на эти вопросы. Почему Поки откладывал подготовку к контрольной работе? Чем он занимался вместо этого? Как чувствовал себя Поки вечером накануне первой контрольной? Что такое отлагательство? Как Софи объяснила это слово Поки? Что почувствовал Поки после того, как занимался всю неделю и отлично сдал контрольную работу? Почему так важно сначала делать то, что нужно делать сначала? А теперь задание. Подумай, какие из твоих дел и обязанностей самые важные. Домашняя работа, уроки рисования или что-то другое. Поговори об этом с мамой и папой. Удиви завтра своих родителей, сделай домашнюю работу до того, как они тебе об этом напомнят. В следующий раз, когда тебе зададут много на дом, сначала сделай самое трудное. Подумай, есть ли что-нибудь такое, что нужно сделать, но то, что ты давно откладывал. Прибраться в комнате, убрать шкаф. Сделай это прямо сейчас. На этом наше занятие заканчивается. Я жду тебя на следующих занятиях. До встречи!